Олимп Кубок ФНЛ Сначала к Уралу. Екатеринбуржцы первые среди равных, потому что они команда премьер-лиги и трижды чемпионы, в том числе действующие. Дмитрий Парфенов на Кубке ФНЛ впервые. Урал на сборах представлен двумя командами. Первый состав проведет два матча, затем его сменят дубль. В фокусе – игры РФПЛ. И эти мартовские испытания – главная забота Парфенова. Вот, чтобы бойцы были готовы 2-го, 7-го, 11-го, 16-го марта. Ну и дальше, дальше, дальше. Тренировка нам попалась веселая. Полтора часа маленьких игр. Попади в конус, затем в девятку, теннис-бол, футбол в маленькие ворота. Азарт, радость, смех. Но, разумеется, не все тренировки такие. Чтобы они не забывали, что они футболисты. Вот эта вот нагрузка и тяжесть, вот это то, что было, что через эти упражнения все уходило. Как вы видите, эмоции сразу вернулись к игрокам. Это каждодневный процесс, и здесь нету одного шаблона. Все люди разные. Надо чувствовать, надо регулировать. От этого и занятия, да, вот такие вот нужные тоже иногда. Каждый день они идти не будут. Нужно вовремя, да, понять, когда оно пойдет, когда не пойдет. То есть, поэтому, здесь нету шаблона. В конце серия дальних ударов. Один такой, удачный, может решить судьбу встречи. Футбол игра как раз. Что бы ты ни делал, задача вон туда задеть. На один мяч больше и выиграть игру. И вы видите, какой азарт у ребят вызвал в это упражнение. Поэтому, даже серии потом они били, исполняли. И сразу качество появилось. Такой удар устроил бы любого тренера. Такие удары делают результат и рождают легенды. Давно это было. Александр Рязанцев теперь в Химках. И вспоминать это все приятно, но думать нужно о другом. Удачный случай. Классная игра была и хороший момент. Так что я, в принципе, горжусь этим, но думаю об этом немного. Как раз это команда, которая стремится к вершинам, наверное, развития. Так как она молодая, очень много молодых. Ребята в начале своего пути. Ну, большинство из них. Вот. И поэтому в этом коллективе мне приятно находиться. Потому что рядом с ребятами тоже хочется развиваться дальше. С модами. Химки тренирует Игорь Шалимов. Он легенда, отметил свой 50-летний юбилей. И стал желанным гостем на Кубке ФНЛ. Футбол его жизнь. Страсть. Футбольное поле кажется его домом. Третьего один в середине, там в середине, в одно касание. Есть дочка, есть семья, чем занимаешься в свободное время. А остальное все я посвящаю футболу на самом деле. И у меня нет ни хобби. Я смотрю много футбола и российского, и зарубежного. И много анализирую. И мне это интересно. То есть я себя не заставляю это делать. Как и Парфенов, он знает, что важно не перегнуть с тренировками. Должны быть шутки, игры, улыбки. Хотя бы иногда. Иначе сборы будут невыносимы. Но побеждать надо всегда. Хоть в межсезонье, хоть на тренировке. Побеждать нужно всегда в каком-то состоянии. Ты не будешь свежей, ты не под нагрузкой. Ты всегда надо стараться побеждать. И побеждать правильно. Что касается наших граждан. Мы знаем, что делать. Нам более не хотелось. То есть для нас будет качественная игра, если мы добьемся результата. За счет того, что готовим тренировок. А побеждать надо стараться всегда. И играть игрокам. То есть плохой спортсмен тот, который проиграл. И через пять минут уже улыбается. Всем хорошо. На пути Хима к победе в первом туре встал Тамбов. Победителя было бы определить трудно. Много борьбы, столкновений. Как говорят, равная игра. Но у Тамбова отличились отдельно двое. Бенита и Хазыропаев. 2-0. Урал тоже проиграл. Хотя 56 минут вел в счете. Леон Сабуа дважды обыграл вратаря Урала. Дважды за 15 минут. С пенальти и со штрафного. Кубок ФНЛ сложно прогнозировать. Кто победит после первого тура, даже предположить сложно. Болельщики на сайте ФНЛ считают, что ротор. В группе Д эстонская Левадия обыграла авангард. Разницу между командами определил удар Марка Оливера Роснопа. Времени на обработку не было, но ему и не нужно. В последнем матче Спартак 2 разгромил факел 4-0. Что-то пошло не так у воронежцев в последние 15 минут, когда они пропустили трижды. Вот положение команд в группах С и Д. Сегодня на турнире день отдыха. Команды будут тренироваться, а мы готовить третий выпуск Кубка ФНЛ. Там будет Черданово, и они опять сплошили весь отель.